Я вам хочу сказать, что это наша гордость. Мы удержали свою фракцию, потому что у нас хорошая атмосфера в команде. Я хочу сказать, что мы никогда не поддавались. Работали с нашими, выходили на наших через родственников, давили на депутатов. Мы же просто не искали на этом всем виктимизации, потому что были у нас ситуации, когда нам говорили, ну вот давай выходить на пресс-конференцию, давай говорить. У нас была позиция наше руководство, и я лично убедился со временем, что эта позиция оказалась правильной. В том плане, что мы не должны выносить каждый раз все грязное белье, попытки угроз, когда на наших активистов территории было преследование, и тем самым пугать своего избирателя. Мы решали свои проблемы самостоять. Но самое главное, мы удержали команду. Где играли демократы и как они это делали? На противоречиях, когда у либерал-демократов появились внутренние трения между лагерями, там сыграли демократы. Когда Воронин перестал контролировать определенные процессы и начали работать самостоятельно с определенными группами в партии. Когда в силу этих противоречий кто-то воспользуется. Мы в своей команде, слава богу, никаких противоречий не допустили. У нас хороший командный дух, у нас хорошая перспектива. Мы верим в то, что мы делаем. Конечно, мотивация наших депутатов-социалистов переходить куда-то и терять при этом не только лицо и свою политическую карьеру. Но самое главное, не иметь никакого политического будущего. Мы же видим прекрасно, мы сидим в парламенте. Вот 14 коммунистов вышли. Я думаю, что люди заметили полное отсутствие их какой-то роли в процессе, полное их отсутствие в медийном, в политическом пространстве. Но как бы те, которые говорят, что ваших депутатов не пытались перетянуть или перекупить, просто лгут? Да. Это ложь, безусловно, как и большая часть всего того, что они говорят. Это ложь. Просто, в отличие от них, мы не истерили на каждом углу, тогда, когда были разного рода ситуации с налоговыми поверхностями. Но вы же знаете, что попытка покупать депутаты – это уголовно наказуемое деяние, за которое даже некоторые другие получили уголовное дело. Мы очень верим, какие эти наши критики в нашу молдавскую юстицию, в ее неподконтрольность и прочее. И да, мы не ходили, мы не жаловались прокуратуре, мы не искали решения этой проблемы в тех органах, которые контролирует сегодня парламентское большинство. Продолжение следует...